Но, к сожалению, за весь этот сезон, в очередной раз, у нас с толком не было гостей из Грузии. Ну, если не считать фильмы, которые подготовила наша редакция к 85-летию Примакова, где были тбилисские съемки. Не было гостей из Грузии по той причине, что нет дипломатических отношений. Вот в этой связи, конечно, очень важно, что в Москве на этой неделе побывала Нино Бурджанадзе. Дважды экс-исполняющий обязанности президента Грузии в критические моменты в истории своей страны. И дважды экс-спикер грузинского парламента, который наводит здесь мосты. Ну, вот сейчас мы отправимся в один из многочисленных московских грузинских ресторанов. Что, в общем, свидетельство исторических связей между двумя народами. Есть Росмания, есть Генадсваль, это Тифлийский дворик. И вот там, в Тифлийском дворике, мы встретились с гостей из Тбилиси, Нино Бурджанадзе. Давайте послушаем нашу беседу. Здравствуйте, Нино. Здравствуйте. Я недавно был в Тбилиси. Какой чудесный город. Какая чудесная страна. Как приятно вас видеть в Москве. Спасибо большое. Что можно сделать конкретно, чтобы действительно ускорить, я бы даже позволил себе слово, форсировать нормализацию российско-грузинских отношений? В первую очередь иметь мужество со стороны грузинского руководства. Не бояться того, что тебя назовут прорусским. Нужно быть действительно прогрузинским и понимать, что в прогрузинских интересах входит нормализация отношений с Россией. Без разговора, без переговоров, без сложного разговора, в том числе и тяжелого, не получится выруливать из того тупика, в котором наши отношения оказались. Про вас ходит миф, что вы такая вся очень пророссийская. Я вам сейчас задам один вопрос, который по идее, я так предполагаю, что вы скажете, это подтвердится, а другой посложнее. Крым чей? Сейчас российский. И будет таковым? Да, мне кажется, что будет таковым. Ну, это, в принципе, доказывает то, о чем мы говорили. Сейчас вопрос посложнее. То есть, что доказывает? Ну, как бы ваша пророссийская степень. Нет, это неправда. Это не пророссийская позиция. Это просто констатация факта. А вот теперь вопрос, который, возможно, нам еще лучше позволит разложить карту. Но при этом, например, референдум, который прошли в Абхазии и Южной Осетии, вы не признаете? Конечно, потому что это совершенно другое. В Крыму в референдуме принимали участие практически 93, по-моему, или 95% населения, которые проживали там. А в Абхазии и Южной Осетии референдум проводили после того, как из Абхазии были выгнаны 300 тысяч человек, а из Южной Осетии 150 тысяч. Если бы референдум проводился вместе с этими людьми, и они решили так или иначе, я бы сказала, что эти референдумы легитимные. А после этнической очистки, конечно, нет. Вот я, собственно, хотел, чтобы вы это сказали, чтобы зрители поняли, что нельзя вот так вот наклейку делать, пророссийское, там, антироссийское. Все всегда сложнее. Но на фоне того, что вы сейчас сказали, Южно-Осетинская и Абхазская темы являются препятствием для многих грузин, для того, чтобы восстановить депотношение с Россией. А может быть, это вынести за скобки? Это можно вынести за скобки? Вы знаете, я считаю, что, во-первых, в России должны понимать, что абхазский и осетинский вопросы для нас очень болезненны. Но, конечно же, в первую очередь для того, чтобы решать эти вопросы, нужно разговаривать с абхазами и осетинами. А что касается российско-грузинских отношений, это не должно нам мешать разговаривать друг с другом. Как раз наоборот. Для того, чтобы решать эти проблемы, нужно как можно больше разговаривать, и нужно разговаривать на очень высоком уровне в том числе. И я уверена, что тогда мы смогли бы на фоне того, чтобы, когда мы станем восстанавливать наши доверительные отношения с Абхазией и Осетией, Россия как бы подключится и будет играть позитивную роль. Россия может сыграть в этом позитивную роль, и от этого выиграют все. Диалог действительно нужен. Когда я приехал в Тбилиси осенью прошлого года, меня очень приятно поразили положительные изменения. Ну вот город как-то встал на ноги. Я вспоминаю Тбилиси образца той недели, когда произошла революция Рос. Я как раз был тогда, прилетал к Шеварнадзе. Мы тогда писали с ним интервью. И тогда я помню, даже с таксистом еду. Таксист не показательный, но в данном случае показательный. И мы едем через какую-то замечательную, очень красивую площадь, которая, конечно, в очень печальном состоянии. Я ему как-то по-человечески говорю, как жаль. Он говорит, а что жаль? То есть вот такая деградация шла, там 10-15 лет, что люди перестали вращать внимание. Сейчас все очень стало неплохо. Это заслуга Саакашвили? Вы знаете, да, в определенном смысле да. Потому что фасадами он занимался очень интенсивно. И как бы в прямом, и в переносном смысле. Проблема была в чем? Проблема была в чем, что это все было как бы как построение потемкинских деревень. То есть фасады они красились, украшались, а за фасадами оставались те проблемы, которые были и в зданиях, и в стране. То же самое касалось и демократии в Грузии. Это была фасадная демократия, когда говорили о правах человека, когда говорили о демократии. А на самом деле создавался один из самых циничных режимов, может быть, за последние десятилетия. Ну, наверное, грузинам льстит, что грузинам приглашают работать, например, в украинском правительстве. Ну, в принципе, в любом народе можно льстить, когда его специалисты востребованы. Другое дело, что назначение конкретно Михаила Николаевича Саакашвили, учитывая его проблемы на родине, учитывая его проблемы с Россией, это, конечно, чистая вода фронт. Как вы оцениваете это? Резко отрицательно, потому что, во-первых, само поведение бывшего президента, как бы я к нему ни относилась, когда бывший президент суверенного государства соглашается быть губернатором, пусть даже очень важной и уважаемой области, и уважаемого государства, это уже оскорбление собственного народа. Я вообще такого прецедента, честно говоря, не знаю. С другой стороны, лично я и очень многие в Грузии эти действия Порошенко восприняли как просто-напросто пощечину и правительству Грузии, и грузинскому народу, потому что это не называется дружбой, когда в Грузии ищут, обвиняют, а ты назначаешь такого человека на высокие должности, и еще представляешь его как моделем или, я не знаю, отцом демократии. О чем мы говорили перед этим. Да, но с другой стороны, вы знаете, если бы я хоть на минуту думала бы, что это пойдет на благо Украине и украинскому народу, даже об этой обиде я бы не стала бы говорить. Но я абсолютно уверена, что Украине это будет очень дорого стоить. То есть повторять те же самые ошибки, которые мы, грузины, допустили, в том числе и в отношениях с Россией, в том числе и в отношениях нашего собственного государства в первую очередь, и показывать Саакашвили главным советником по делам – это большая ошибка. Ведь его главная цель – не потушить тот пожар, который есть сейчас, к сожалению, в Украине, а наоборот подливать масло в огонь, чтобы еще хуже было с Россией. Ну, в общем, там и до профсоюзов, где произошла вся эта трагедия, я тебе предлагаю сделать, что... Ну, это цинично просто. И я вообще не понимаю, как до сих пор то та трагедия, которая произошла в Доме профсоюзов, не было расследовано. Ну, знаете, я сейчас слушал вас и понял, что по богатству грамматических форм и такой вот легкости языка вы дадите фору иному россиянину. А как вы поддерживаете русский язык в такой форме? Не знаю. Я читаю на русском, слушаю ваши передачи в том числе. Но, в принципе, у меня это с детства. Я как бы с детства занималась русским языком, а потом в Москве училась в аспирантуре, хотя уже приехала с хорошим русским. Я сейчас обратил внимание на Тбилиси, что молодежь, конечно, уже не очень владеет. Молодежь, да, к сожалению, не очень. И я надеюсь, и здесь тоже изменится ситуация, потому что лишать себя русской культуры и русской литературы, мне кажется, это абсолютно как бы неправильно. И уж если чисто с политической точки зрения говорить, то и в политическом плане молодежь должна понимать, что они должны постараться знать языки соседей. Лучше будешь понимать. Здесь у нас вас ждать еще? Да, конечно. Я очень надеюсь, что еще приеду в Москву, и после этого визита будут какие-то конкретные шаги. Мы разговаривали относительно таких проблем, например, как облегчение визового режима для определенных категорий граждан. Мы-то без визы в Грузию, а вам тяжело получать визы. Очень многих беспокоит. И я считаю, что было бы неплохо, если бы и наше правительство воспользовалось теми переговорами, контактами, которые есть. Потому что надо говорить и надо выводить эти отношения на нормальный уровень. Спасибо большое. Спасибо.